Почему большевики выиграли сражение с другими партиями? Почему большевики выиграли сражение с царским режимом? Это вопрос во многом дебатируемый, и есть масса аспектов, на которые указывают ряд историков и просто экспертов в интернете. Но для меня самым главным аспектом, конечно же, является победа прежде всего в информационной войне. Партия большевиков и Ленин, в частности, прекрасно понимали, что такое, по-современному выражаясь, пиар. А тогда это называлось пропаганда. Знаменитая фраза революционерки Бардиной, которую она произнесла на одном из процессов в 1870-х годах, «Идеи на штыки не улавливаются». Вот идея — это самое главное. Эту идею нужно донести до конечного потребителя максимально понятным для него образом. И Владимир Ильич Ленин это тоже понимал. В начале 17 века, в 1602 году, Томасо Кампанелло написал в тюрьме, куда он был посажен Святой Инквизицией за свои атеистические труды, произведение, которое получило название «Город солнца». Оно было одной из первых утопий. И, в общем-то, в тот момент оно получило такую локальную известность. Было напечатано в Германии, поскольку там уже зачатки протестантизма имели место быть. Но вторую жизнь это произведение вдруг обрело в 19 веке, когда господин Каутский вдруг сказал, что Томасо Кампанелло написал не больше, не меньше, как, в общем-то, протокоммунистический. Но это был не роман, это был такой трактат, причем с какими-то астрологическими выкладками. Там, например, рекомендовались определенные периоды, когда нужно устраивать случку домашнего скота, например, или зачатие уже непосредственно для вашего потомства. И в этом произведении, в частности, говорилось про некие фрески, которые замещались на стенах этого прекрасного города, которые объясняли молодому подрастающему поколению главные принципы всего самого лучшего, светлого и замечательного и прекрасного. Соответственно, Ленин внял произведение вот этого ренессансного автора и решил воплотить нечто подобное в жизнь, обратившись к Луначарскому. И об этом есть воспоминания, собственно, самого Анатолия Луначарского. У меня в руках книга из серии «Московский рабочий». В данном случае она посвящена памятнику первопечатнику Ивану Федорову. На самом деле, я хочу сказать, что я был немножечко разочарован. Я купил практически все книги этой серии. Опять-таки, вот эта «Московская школа краеведения», она и в советское время, конечно, отличалась, и проигрывала Ленинградской. Я это говорю не потому, что я из Петербурга. На самом деле, мне было бы, конечно, приятнее сказать, что она замечательная, потому что мне хочется получать максимальное количество полезной информации, которую я могу ретранслировать на экскурсиях. Но, увы и ах, вот в этих книжках ее находится минимум. И я буду обращаться к двум из них. Вот одна посвящена скульптуре первопечатника Федорова, вторая – памятнику Баумана. Оба эти памятника как раз являлись частью ленинского плана монументальной пропаганды, о котором, собственно, мы и говорим. Вот что вспоминает Анатолий Васильевич Луначарский. Не помню уже в какой точный день, по архивным материалам это, вероятно, нетрудно восстановить, Владимир Ильич призвал меня к себе. Я позволю себе передать здесь нашу беседу в живом диалоге, не ручаясь, конечно же, за точность каждого слова. Спасибо Луначарскому, что он это отмечает, потому что обычно в воспоминаниях ты читаешь просто, знаете, как телеграфические какие-то заметки. То есть вот он именно так сказал. А как он на самом деле сказал, непонятно. Анатолий Васильевич сказал мне, Ленин, «У нас имеется, вероятно, немалое количество художников, которые могут кое-что дать и которые, должно быть, сильно бедствуют». «Конечно», – сказал я, – «и в Москве, и в Петербурге имеется немало таких художников». «Дело идет», – продолжал Владимир Ильич, «о скульптурах и отчасти, может быть, даже и поэтах, и писателях. Я назвал бы то, о чем я думаю, монументальной пропагандой». И дальше продолжает Ленин. Еще важнее надписи, я считаю, памятники, бюсты или целые фигуры, может быть, в рельефы группы. Надо составить список тех предшественников социализма, или его теоретиков и борцов, а также тех, светочьи философской мысли, науки, искусства и так далее, которые, хотя и не имели прямого отношения к социализму, но являлись подлинными героями культуры. Я потом отмечу некоторых персонажей, которые они выбирали. По этому списку закажите скульпторам также временные, хотя бы из гипса и бетона, произведения. Важно, чтобы они были доступны для масс, чтобы они бросались в глаза. Вот, собственно, в этом и заключался гений Ленина, что на дворе еще только апрель 1918 года. Советская власть только-только встает на ноги. Она даже и не встала ни на какие ноги. Еще непонятно, удержится ли она. А Ленин уже думает о пропаганде, потому что он прекрасно понимает ее значимость. И в этом его ключевое отличие, скажем, от всей вот этой царской комарили, которая была до 1917 года. Соответственно, 11 апреля на Совете народных комиссаров был зачитан этот доклад у Лачарски. Но уже на следующий день, 12 апреля, он был подписан тремя людьми, среди которых был сам непосредственно Лачарский, Ленин и Сталин. Я бы хотел зачитать вам или указать на некоторые пункты этого декрета 12 апреля 1918 года. Ну, во-первых, первым пунктом шло, естественно, указание на то, что памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг, а также в декрете сказано о памятнике, которые не являются представлением какой-то там художественной ценности. Они, естественно, подлежали... Вот здесь сказано снятию с пощадей и улицы части перенесения в склады, части использования утилитарного характера. Здесь не сказано, что их надо прямо разрушать. Но, забегая вперед, хочу сказать, что еще до принятия этого декрета уже ряд памятников был разрушен. Впереди, по традиции, шла территория, которая у нас сейчас называется Украина. То есть сначала был разрушен памятник Столопину в Киеве, а затем в Екатеринаславе, нынешний Днепр, а в советское время Днепропетровск, был снесен памятник Екатерине Второй. Современный памятник Екатерине Второй, слава богу, в Одессе, по-моему, находится, все на нем там зарится, стоит. Дальше нужно определить, какие из этих памятников подлежат снятию. Для этого была сформирована специальная комиссия. Той же комиссии поручалось, в общем-то, мобилизовать все художественные силы. То есть, грубо говоря, составить списки тех скульпторов, поэтов, художников, которые будут притворять этот план непосредственной жизни. Уже на 1 мая, это четвертый пункт, планировалось первый этап воплощения этого плана Ленинской монументальной пропаганды. Понятно, почему 1 мая, тут не нужно никаких комментариев. Значит, дальше нужно согласовывать это все с комиссией, ну и, в общем-то, понять, какая смета нужна. И надо сказать, что на художников того времени это оказало, конечно же, ошеломляющее впечатление, потому что страна голодала, начиналась гражданская война, была полная разруха, а здесь государство делает заказ тебе за деньги, на самом деле, потому что там была такая коллегия созданная, которая выяснила, сколько, что должно стоить, делать тебе заказ на производство художественных произведений. И тут надо еще один момент указать. Дело в том, что до революции вот скульптура, это была прерогатива такого больше, конечно, частного искусства. Скульптуры, ну такие значимые, ставились крайне редко. И то, что здесь вдруг государство начинает подтягивать именно скульпторов, то есть оно наделяет их новой функцией общественной, оно, конечно же, для этих самых скульпторов было очень позитивным веянием. И действительно, уже 1 мая были украшения на Красной площади, там, соответственно, Александр Веснина придумал некую такую инсталляцию, как бы мы сейчас сказали, там закатали в красный ряд башен, была сооружена определенная платформа возле Кремлевской стены. Ну а дальше начались трения с Павлом Малиновским, между Анатолием Волочарским и Павлом Малиновским. Они возглавляли два конкурирующих ведомства. Волочарский возглавлял Народный комиссариат просвещения, сокращенно Наркомпрос. Его тогда стебали, ну, у Блока вышла знаменитая поэма «12», «В белом венчике из роз», впереди Иисус Христос была там знаменитая фраза. Вот ее переделали в белом венчике из роз, в Волочарский Наркомпрос. Это еще, конечно же, намекалось на то, что Волочарский, он весь такой не железный, да, «Феликс», а, как его называл Владимир Ильич Ленин, миноносец легкомысленный. Такая у него была кликуха, еще до революции возникла. А Малиновский возглавлял Народный комиссариат имущества. Дело в том, что в какой-то момент этот Народный комиссариат имущества перешел в видение этого самого Наркомпроса. Малиновскому это, конечно же, не понравилось. Малиновский, кстати, выходец из Нижнего Новгорода, и, возможно, я сделаю о нем отдельный выпуск, когда буду в Нижнем этом самом Новгороде. В общем, очень долгое время, как была ситуация у семи нянек «Дитя без глаза», Ленин свое глубокое фильм высказывал обоим за то, что они тормозят. Малиновский, логично, попросил сделать следующее, чтобы переложили ответственность на какую-то одну из ведомств, в конце концов, потому что получается, что никто ни за что не в ответе. В итоге эта проблема с горем пополам была решена, и в июле 1918 года был принят указ о том, каким людям ставить памятники. И здесь вот целый список аж из 31 фамилии, которая состоится исключительно из религионеров. Надо сказать, что, среди прочего, ну, нас интересуют там фамилии, например, таких персонажей, как Андрей Желябов, Софья Перовская, Степан Халтурин, Николай Кибальчич. Это все народовольцы. Но была еще одна очень характерная персона, это Иван Каляев. Он был представителем партии эсеров. Надо сказать, что Егор Сазонов, который еще до него убил министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плебеев, в этот список не попал. Возможно, потому что Каляева казнили, и возможно, потому что он убил никого бы то ни было, а представителя семьи Романовых, великого князя Сергея Александровича, на тот момент генерал-губернатора Москвы. Выбор писателей тоже был характерен. То есть тут, например, вместе с Писаревым и Добролюбовым мелькал Достоевский. По сути, в общем-то, антипод этим двум персонажам. Ну и начали воплощать этот план в жизнь. В первую очередь снесли, конечно же, памятники Александру Второму, Александру Третьему в Москве из доменитой фотографии, особенно связанные с памятником Александру Третьему, потому что он стоял перед храмом Христа Спасителя. Его сносили по частям. Вот есть фотография, где голова его лежит так на боку. Попал под эту лавочку и памятник Скобелеву, который был расположен на Тверской площади. И был устроен субботник в Кремле, в котором участвовал сам Владимир Ильич Ленин. Есть версия, я буду признателен, если кто-то назовет мне какой-то переисточник, потому что я, честно говоря, у меня пока еще руки не доходили до проверки Онова. Знаменитая фотография, где Владимир Ильич Ленин несет некое бревно. Вот это бревно есть не что иное, как основание креста, который был построен, поставлен на месте гибели великого князя Сергея Александровича. Кстати, крест был сделан по проекту Виктора Веснина. Ой, не Веснина, извините, Виктора Воснецова, конечно же. Про Виктора Веснина у меня тоже будет отдельный выпуск, но в другой серии, чуть попозже. Соответственно, в первую очередь снесли вот этот вот крест. Художникам давали установку, что делать прямо из чего они могут. Из дерева, из гипса, как я уже сказал. Для того, чтобы был похож материал на камень, например, в бетон, вот скульптор Андреев добавлял мраморную крошку. И да, немножко фактура напоминала камень, но все равно этот материал был гораздо хуже обрабатываемый. И самое главное, не такой долговечный. Но, как потом писала Вера Игнатьевна Мухина, вот этот вот заказ государственной ленинского плана монументальной пропаганды, он дал новый толчок вообще всему советскому искусству. И, по сути, с ее слов, вся советская скульптура, она вышла из него. Надо сказать, что большинство памятников не сохранились. Ну, то есть, например, если мы пройдем по Москве и увидим вот памятник Ягареву и Герцену напротив, точнее, не напротив, во дворе университета, вот это, например, часть монументального плана, точнее, ленинского плана монументальной пропаганды. В Санкт-Петербурге, Ленинграде, ну, вот, например, памятник Володарскому, да, в районе станции метро Ломановцевская, вот это он. Еще есть ряд, соответственно, реликтов, о них мы скажем и даже кое-какие покажем, но основная часть, конечно, не сохранилась. Были установлены, например, на Миловской площади, действительно, памятники Перовской и Жлябову. На Дворцовой площади был установлен бюст Урицкому, а сама площадь была переименована в площадь Урицкого. Литейный проспект, как вы знаете, был переименован в проспект Володарского и так далее и тому подобное. Яков Свердлов, кстати, или Свердлов, я до сих пор не знаю, как правильно произносится эта фамилия, все по-разному ее говорят. Яков Свердлов был одним из главных героев вот этого плана. Вы знаете прекрасно, что аж целый город переименовали в его честь. Ну и здесь у нас, собственно, театральная площадь была, станция метро, значит, площадь Свердлова, потому что сама площадь носила его имя и так далее. Но почему мы снимаем это здесь? Потому что нас интересует как раз-таки сохранившийся элемент этого самого плана, расположенный на здании Петровского пассажа. С восторга, бросив подсолнухи, лузгать восторженно, подняв бровки, читает работница готовые блузки, последний крик Петровки. Это уже наш самый главный пиарщик Владимир Маяковский, который, естественно, привнес огромную лепту в этот упоминаемый план. Но сейчас речь не о нем, сейчас речь об этом. Автор данного барельефа Матвей Генрихович Манезер. Его изначально не хотели приглашать к участию в данной работе, потому что заправляли всем в основном ангардисты, а он был представителем классической школы. Но, как вы видите, ему удалось создать вот этот барельеф, и это, конечно же, наш пламенный примет, привет Агюсту Родену и его скульптуре «Мыслитель». Называется «Найди 10 отличий». Манезер этого и не скрывал. Скульптуру «Мыслитель» первоисточник можно увидеть в доме музея Родена в Париже. Я настоятельно рекомендую вам его посетить, потому что помимо замечательных произведений искусства самого Родена, вы можете увидеть там сохранившийся натуральный особняк с полами, которые до сих пор скрипят. Они вот не менялись еще с 19 века. Это производит ошеломляющее впечатление. Плюс там есть еще сад. И это вот то, что называется «отель партикюльер». То есть отель во французском языке – это не гостиница, это частный особняк. «Партикюльер» – это имеется в виду, что он именно частный. Соответственно, Манезер установил этот барельеф. Обратите внимание, как там расположены серп и молот. Достаточно накачанный, надо сказать, пролетарий. Манезера вы все прекрасно знаете, потому что он автор, например, скульптур на станции метро «Площадь революции». И он же автор посмертной маски Сталина. И он же почти 20 лет был вице-президентом Академии художеств СССР. То есть персона достаточно знаковая. И очередной раз хочу сказать, что для художников, скульпторов и вообще всех представителей творческих профессий, Ленин, одно время Ленин и Сталин, после 1953 года, конечно же, Сталин отошел в небытие, остался только Ленин, были основными кормильцами. То есть если ты получаешь на них заказы, то ты в шоколаде. Особенно это касалось вот скульптора Меркурова, который в свое время поставил скульптуру «Мысль» в истоке Цветного бульвара. Это как раз тот случай, когда ему не пришлось ничего делать, она у него уже была. Ну и при царской власти ему ее никуда было не пристроить. А здесь вот к нему пришли и сказали, есть что? Он сказал, есть. И поставил. И она довольно долго красовалась, пока не отъехала уже непосредственно на его могилу. Естественно, это лишь малая талика из всего того, что было воплощено большевиками в рамках ленинского плана монументальной пропаганды. Я думаю, что я еще сниму часть в Петербурге, потому что у меня дома, например, есть еще, например, такой аспект, как книга про Степана Халтурина 18-го года, где фигурирует память к этому самому Степану Халтурину. Ведь это все еще поддерживалось в бумажном виде. То есть выпускались агит-листки, выпускались маленькие брошюры, выходили статьи в газетах, где объяснялось, за что борется пролетариат. И вот этот вот элемент, который вы можете встать вот здесь ради прикола, да, и посмотреть на идущих людей, никто на него не обращает внимания. Хотя, как вы можете видеть, ну он все-таки и цветом отличается, и формой. Но все равно люди на него не смотрят. А если смотрят, они совершенно не понимают вообще, что это, в каком контексте это было сделано. С одной стороны замечательный Петровский пассаж, а с другой стороны вот такое. Но тем не менее, вот оно, наглядное вам доказательство, как важна пропаганда в деле борьбы за власть, и в деле борьбы за удержание этой власти. Я напоминаю вам, что вы можете посетить мои экскурсии от зимой и лекции. Они проходят в городе Петербурге и Москве. Также они будут проходить в городе Берлине и Париже. Если вам это интересно, то пишите мне на электронный адрес, который я там укажу. Там же есть расписание, ссылки на инстаграм-аккаунт, группу ВКонтакте, на мой сайт, где вы можете найти всю подробную информацию. И хочу еще сказать, что 3 октября я прочитаю лекцию о Бетанкуре в Нижнем Новгороде. Это человек, который очень многое сделал как для нашей страны в общем, так и для Нижнего Новгорода в частности, например, для всем известной Нижегородской ярмарки. Информацию об этом тоже вы находите, можете найти вот там вот. Спасибо за внимание. С вами был Павел Перец. Увидимся в следующих выпусках и на просторах нашей необъятной Родины.